В эфире новости в студии телерадиокомпании Муравлинка ТВ Юлия Лучникова. Здравствуйте и коротко о некоторых темах выпуска. Ямальские города встречают старинную икону Николая Чудотворца. Православную святыню в наш город доставил епископ Салихардский и Новорингуйский Николай. Четвертая школа города Муравлинка признана лучшей в округе. На Ямале подвели итоги конкурса, проведенного в рамках проекта «Здоровое питание». А пристав-то был ненастоящим. Мошенники, представляясь сотрудниками службы судебных приставов, обманывают доверчивых горожан. Муравлинковские православные прикоснулись к старинной святыне. Накануне в наш город была доставлена икона Николая Чудотворца. Святой лик в Муравлинка привез епископ Салихардский и Новорингуйский Николай. В воскресенье в храме преображения Господня нашего города владыка провел молебен, а ранним утром понедельника божественную литургию. Рассказывает Светлана Грачева. Рассказывает Светлана Грачева. Мы пришли, завтра утром придем и вечером придем. Детки спокойнее становятся и на душе легче. До революции икона Николая Чудотворца стояла в первой каменной церкви Заполярье в храме апостолов Петра и Павла. Чтобы не допустить надругательства над образом, верующие спасли икону и долгие годы возили с собой по тундре. После она оказалась у жителя Красноселькубского района. Он увернул образ одного из самых почитаемых на севере святых Салихардской епархии. Господь нам дает эти видимые знаки. Для чего? Он дает видимые знаки своей благодати для того, чтобы мы с вами укрепляли свет. Хоть сегодня и можно ходить в храм. Никто за это не осудит. Но, хочу сказать, приходит время, когда нам придется тоже принимать испытания. В этот раз на Ямал икона вернулась после реставрации в мастерской Троица Сергийской лавры. Больше года потребовалось мастерам, чтобы вернуть образу первозданный вид. Они восстановили венец на рези, подправили масляную иконопись, максимально сохраняя уцелевшие старинные части иконы и ее оклада. Преклониться к старинной святыне, попросить благословения владыки Николая, Муравленко засмогли и в понедельник. Божья благодать пришла, и на душе как будто хорошо, и все с душой. Я рад, что, как говорят, дожил до сегодняшнего дня и приложился к мощам. Это очень важно, это духовная благодать, понимаете, это радость не моя. Слава тебе, Господи! Это благодать. Так дышится, прям аж летать хочется. Возможность поклониться великой иконе святого Николая Чудотворца будет у всех православных ямальцев. Ее доставят во все муниципалитеты нашего округа. 19 октября старинная святыня вернется в Салехард, в храм Петра и Павла. Светлана Грачева, Андрей Нагибин, телерадиокомпания, Муравленко ТВ. Следующий 2017 год станет годом столетия с начала исторических потрясений и событий, предшествовавших утере иконы Николая Чудотворца. Подробнее об истории иконы одного из самых почитаемых на Севере святых смотрите в нашем эфире во вторник. Встреча в студии выйдет в эфир сразу после выпуска новостей. Спешите отблагодарить своего лечащего врача. 15 октября на сайте окружной акции «Спасибо, доктор» завершается прием признательных сообщений. Проект был инициирован благотворительным фондом Ямины и стартовал в апреле при поддержке губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина. С тех пор свои благодарности на сайте оставили почти полторы тысячи пациентов. Ямальцы говорят спасибо терапевтам, педиатрам, гинекологам, хирургам, онкологам, младшему медицинскому персоналу, врачам станции скорой помощи и санавиации. Отблагодарить врачей можно на сайте dr89.ru, либо оставить свое признание в письменном виде в специальных боксах, установленных в медицинских учреждениях по всему округу. Кстати, их демонтировать не будут. Итоги акции «Спасибо, доктор» подведут в ноябре. В ноябре мы бы хотели уже объявить итоги этой акции, которая продолжалась несколько месяцев. И чтобы те ямальские медики, которые получили наибольшее количество благодарностей, получили свое признание на территории нашего округа. Аферисты придумывают новые способы обмана населения. Теперь они действуют под видом судебных приставов. Жулики рассылают сообщения и указывают ссылку на сайт, при переходе на который со счета могут списать деньги. Все подробности в сюжете Марина Мехедовой. Героиня стесняется показывать лицо, хотя на ее месте мог оказаться каждый. Пришла смска. В этой смске было написано арест на сумму 6,5 тысяч рублей. И адрес ссылки был указан на 89 регион. По этой ссылке я прошла. Меня привел адрес на сайт судебных приставов. И вход был там либо через личный кабинет, либо через госуслуги. Потом предложили скачать программу для удобства пользования. Скачанная троянская программа украла с банковского счета горожанки 8 тысяч рублей. Сайт, который посетила Елена, был практически идентичен официальному сайту Федеральной службы судебных приставов. К ним в последнее время часто звонят взволнованные горожане, получившие подобные смс. Управление Федеральной службы судебных приставов по Имолнецкому автономному округу никаких смс-уведомлений и либо рассылки по электронным адресам граждан не производит. Такой услуги и функции служба судебных приставов не оказывается. Также хотелось бы пояснить, что официальным сайтом Федеральной службы судебных приставов по Имолнецкому автономному округу является ресурс www.r89.fssprus.ru Никаких других интернет-ресурсов у Федеральной службы нет. Различные ведомства активно осваивают интернет-пространство, чтобы стать ближе к пользователям. Преступники этим и пользуются. Раньше звонили от имени службы безопасности банков, теперь прикрываются приставами. В основе всех схем доверия и наивность жертвы. С начала текущего года в отделении МВД России по городу Муравленко зарегистрировано 38 случаев мошенничества, по которым заведены уголовные дела, что на 16 уголовных дел больше за аналогичный период прошедшего года. Чем больше людей будет знать о подобных случаях мошенничества, тем меньше шансов будет у мошенников. Когда пользователи перестают верить использованным схемам, появляются их новые вариации. Основа безопасности – бдительность. Установите на смартфон антивирус, контролируйте транзакции через интернет-кабинет банка, приучите себя скачивать программы для мобильных с официальных сайтов разработчиков. Не открывайте ссылки, присланные от новых контактов. Помните, мошенникам дорог каждый клиент. Марина Михедова, Андрей Нагибин, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». На Ямале подведены итоги партийного проекта «Единой России. Здоровое питание». Лучшей столовой в округе среди городов признана столовая 4-я школы «Муравленко». Мой коллега Эрнест Бавшин интересовался, по каким критериям оценивали участников и насколько вкусно кормят детей. Практически год назад участники партийного проекта «Здоровое питание» пошли в рейды по школьным столовым. Они хотели знать лично, чем и насколько правильно кормят наших детей. Общественники провели тщательный аудит-меню. Руководством учебных заведений были сделаны выводы и кардинально изменен подход к организации школьного питания. Что дал конкурс? Наверное, больше ответственности теперь лежит на школе, на коллективе столовой, на коллективе классных руководителей и педагогов, потому что действительно марку придется держать. Держать не только на фоне города, но и на фоне округа. Надеемся дальше. Если так высоко была оценена наша работа, значит мы идем в правильном направлении. Продолжать мы эту работу будем дальше. В том, что школа стала победителем конкурса, есть заслуга и шеф-повара столовой Светланы Сабитовой. В своей работе она придерживается двух основных правил. Это четко следовать технологии приготовления блюд и соблюдать санитарные нормы. Совместно с администрацией школы мы проводим разговоры, беседы какие-то, прививаем культуру здорового питания к детям, проходят какие-то мероприятия совместно. Ну, сами работаем, выходим в зал. Ну, не всегда получается, правда, но как бы вот работаем с детьми, чтобы было и вкусно, и полезно. Школьные столовые оценивали взрослые, но дети остаются главными экспертами работы поваров. Кстати, в ходе конкурса их мнение также учитывалось с помощью анкетирования. Вкусно готовят повара? Да, очень. Все съедаешь? Не все. А почему? Потому что много платута я наедаю с половиной. Ну, вот сегодня очень вкусно кормили. Ну, сегодня самый лучший день у меня, можно сказать, потому что вкусно кормили. А до этого что было? Ну, можно сказать, ну, вкусно было, но не так, как сегодня. А чем сегодня отличается, вчера? Ну, вчера, может, не досолили, не доперчили. Можно много положили. А иногда, если невкусно, то много положили. А если вкусно, то мало. Пища достаточно очень вкусная и сытная. Вкусно очень готовят. Проект «Здоровое питание» долгосрочный, поэтому совсем скоро активисты вновь пойдут в рейды, но уже в столовые детских садов. На этом настаивают и родители, и представители общественных организаций. И еще опыт Ямала по организации школьного питания взяла на вооружение Московская область. Эрнест Бавшин, Андрей Нагибин, Сергей Шалафан, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». В школах «Муравленко» прошла Всероссийская Олимпиада по истории. Она стала составной частью проекта патриотической направленности «Вослава Отечества». В этом году Олимпиада посвящена истории России и Великой Отечественной войне. В пятой школе интеллектуальный турнир открыли торжественной линейкой и показом фильма о ветеранах, чтобы вдохновить ребят на выполнение заданий. Масштабный сетевой проект «Вослава Отечества» – это соревнование между учащимися восьмых классов всех школ города. Также это отличная возможность мотивировать школьников к изучению истории своего народа, своей страны, воспитать чувство патриотизма и любви к родине. Класс, который наберет больше всего баллов, будет награжден поездкой по местам боевой славы России. Работа каждого ученика пойдет в зачет этого большого-большого проекта, по результатам которого определится класс-лидер, класс-победитель, который в свою очередь будет награжден поездкой по местам боевой славы в конце учебного года. Это все новости на сегодня. Информационные выпуски по-прежнему доступны в интернете на сайте компании «Муравленко.тв». А я благодарю вас за внимание. В студии работала Юлия Лучникова. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok